Зачем смотреться в зеркало, если его легко могут заменить окружающие, готовые нас покритиковать? С критикой сталкивается каждый и в личной жизни, и на работе, и ни одного человека она не оставляет равнодушным. Ты с какой ноги начинаешь ходить? Нет, дорогая, так нельзя. Надо разобраться. Существует два вида критики. Первая – конструктивная. Она даже полезна. Воспринимайте ее как совет. Вам просто в корректной форме указывают на ваши ошибки, чтобы лучше было. А хорошему совету и последовать можно, и поблагодарить обязательно. Спасибо, Лена. Второй вид критики – это деструктивный. Советов он не дает, в выражениях не стесняется. Да и цель у него – неблагая, обидеть вас. Люди, использующие этот вид критики, повышают собственную самооценку и значимость в глазах окружающих. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Подставила на этом свете всех. Остановите своего критикана и дайте ему понять, что нужно говорить четко и только по делу. И соглашайтесь только с той критикой, которая соответствует действительности. Если вас критикуют, не нужно извиняться, тем более оправдываться лучше промолчите. Ну или ответьте, но только часа через два. За это время вы успеете разобраться, на что стоит обращать внимание, а на что нет. Умейте спокойно реагировать на критику. Найдите свой способ отвлекаться от агрессии и злости. Пейте успокоительное или изучите основы медитации. В общем, ищите способ не нервничать, ведь выслушивать критику лучше всего спокойно и без пены у рта. Это уймет раздражение критикана, и он найдет другой объект для нападок. Юля, что это такое? Ты вообще читать умеешь все в своем уме? А вот на такие риторические вопросы отвечать и вовсе не нужно. Но если ваш оппонент все-таки настаивает, то задайте встречный вопрос. А вас действительно это интересует? Скорее всего, в ответ вы услышите нет. Но если все-таки да, то отвечайте спокойно. Да, я в своем уме.